Сигнал воздушной тревоги минувшим утром прозвучал из радиоприемников жителей некоторых российских городов. Казань, Уфа, Саратов, Белгород, Новоуральск и Московская область. Оповещение было запущено на волнах Авторадио, Юмор-ФМ, Газпром-Медиа и Камеди-радио. По предварительной оценке специалистов, воздействие, вероятнее всего, было оказано на ретрансляторы радиостанций. Несанкционированный доступ к ним мог быть получен с помощью совершенно разных способов. Подбора паролей, социальной инженерии, методы, которые используют, к примеру, телефонные мошенники, либо через уязвимость в программном обеспечении. Как в анекдоте про неуловимого Джо, все думали, что мы же никому не нужны, поэтому нас и никто не ловит. И деньги на это не выделялось. То есть думали, ну зачем, кому мы нужны, зачем нас ломать. А информационная безопасность, она очень дорогая. Она всегда была дорогая, сейчас особенно дорогая. И специалистам нужны, и железам нужны, и программное обеспечение соответствующее. Поэтому, к сожалению, не во всех организациях это на должном уровне. Стоит отметить, что любая информация о той же воздушной тревоге может быть ложной, даже если она прозвучала на волне радиостанций, которым вы доверяете. Напомним, что самая оперативная информация в случае реальной угрозы появится на официальных ресурсах Главного управления МЧС по Республике Татарстан, в том числе в Телеграм-канале. Маргарита Михайлова, Фарид Захитоглы, Универньюс.